В предыдущих сериях, Джон вышел из острова Си-Форум после блуждания вокруг. Джон вышел из лаборатории покемонов на острове Синобар куда подальше. Джон вышел из Гима на острове Синобар. Джон хорошо отдохнул дома. И Джон сохранился в этой локации, город Веридиан. Итак, продолжаем проходить покемон FireRed. Как я уже говорил, мы практически завершили наш обход региона Канто, и последняя наша цель, это снова возврат в начало, возврат в наш город Веридиан, в котором мы когда-то видели закрытый стадион, на котором теперь, разумеется, можно поживиться, можно получить свой последний значок, разумеется, не будем тратить время. Давайте же узнаем, кто же этот таинственный тренер, который всё это время прятался неизвестно где, и почему же он такой сильный. Ну, по крайней мере, финальные лидеры обычно всегда сильные бывают. Йоу, Чамп в создании. Даже я не знаю личности лидера Веридиана, но одна вещь очевидна, он будет сильнейший из всех геймлидеров. Также я слышал, что тренеры здесь используют земляных покемонов. Ну, земляные покемоны, конечно, не страшно, их по крайней мере есть чем бить. Вообще, суть этого гейма в том, что здесь находятся опять эти дурацкие дорожки повсюду, и ещё в том, что здесь очень много тренеров. Большое количество народу, через которых придётся пробиваться, разумеется, с огромным трудом, ну, фиг знает, может быть, мне удастся найти какой-нибудь шорткат, благо, что они здесь обычно бывают. Ну-ка. Да пытаемся срезать где-нибудь тут. Ага, понятно, понятно. Если я сейчас этого урода остановлюсь здесь прямо, он, скорее всего, меня... Он, скорее всего, заблокирует мне путь, и я не смогу пройти дальше. Понятно, понятно. Хитрый такой гейм, короче говоря. Можно при желании, разумеется, со всеми подраться, но я не вижу в этом смысла. Ну, посмотрите на всех этих троих идиотов. Они просто стоят и ждут, пока я сам приду и подержусь с ними. А пошли они все в задницу. Я лучше чем-нибудь более полезно позанимаюсь. Настоящий талант выигрывается стилем. Ну, понятно, а ты тогда что здесь делаешь вообще? Я тут не вижу настоящих талантов. Они только имбецилы и дебилы, которые стоят и тратят мое время. Кул-тренер называется. Ага, Кул-тренер с 37-мым левелом покемонов. Это что за позорище вообще? Ну, им, конечно, виднее, с чем позориться и проигрывать в фоне, и сколько мне бабла отдавать. Но, конечно, все равно глупо называть их Кул-тренерами, а меня обычным тренером. Потому что за всю игру почему-то я даже ни разу не меняю свой титул, а все равно считаюсь обычным тренером. Ну, конечно же, один плюс у меня есть. Теперь у меня наконец-то есть чем бить скальных покемонов. Они теперь суперэффективно бьют самым бойцовским ударом. Хорошо, что я его заранее приобрал, конечно, полезная вещь. Пока, наверное, теперь если встречу Рихорна или Оникса, мне будет пока, наверное, чем навалять пахаром. Так, ну, разумеется, тоже все другое дело. Наша цель это все равно просто пройти через все эти туши, не обращая на них все внимания по возможности, дойти до покелегии и победить чемпиона, как обычно. В принципе, мы это и делаем, разумеется. Только опять придется потратить немножко времени на постгейм. Ну, ввиду того, что я это и так делал уже в Платинуме, и в Блэке тоже был постгейм. После победы, правда, до чемпиона мы в прошлый раз не дошли в Блэке. И в Иксе тоже пришлось после чемпиона проходить дальше, потому что был постсюжет. Так что, в принципе, ничего нового не будет с этим. Да. Култренер это, видимо, предыдущее название эйс-тренера, то бишь тренеров асов. Ну, култренер одним словом, это как-то глуповато звучит на самом деле, так что... Хотя, с другой стороны, тренер ас это означает, что действительно крутые такие. Хотя, как могут быть крутыми эти несчастные подростки, в самом деле? Лохи не есть лохи. Я потерял мою прическу, макияж, и что она потеряла? Маникюр сломал, идиот. Лидер задолбает меня за потери таким образом. Ну, имеется в виду, лидеру не понравится его проигрыш. Я король карате. Твоя судьба зависит от меня или типа того? Или останется со мной? Фу, блин, какой-то кошмар. Не хочу знать, что он имел в виду своей этой странной фразой. Ну, понятно, еще один лох, короче говоря, который пускает на меня те же низкоуровневых покемонов. По-моему, в гиме, в восьмом гиме уже должно быть покруче, что ли? Не знаю. Я сам уже достаточно раскачан, потому что я еще перед поки-лигой сожру все рэр-кэндис, чтобы иметь максимальное преимущество. Разумеется, потом докачаюсь в постгейме до сотого левла, докачаю своего дары ценного червизера, да. Но все-таки перед лигой лучше все-таки не рисковать и идти с максимальным уровнем, не с этим 76-м. Это слишком, конечно же, мало. Ну так, на всякий случай, разумеется. Все равно мне рэр-кэндис достаточно, да и уровни потом останется качать не так уж и много всего-то там. Это у меня тоже будет уровень, плюс 11 уровней, это получится 87-й левел. Еще если я сейчас докачаюсь, будет 88-й левел. То бишь, в принципе, вполне реально буду докачать червизера до сотого левла. Так что я с удовольствием все это сделаю. Но не сейчас, разумеется. Ай-ях! Ай-лох! Хе-хе-хе. Ай-молодец! Покелиго, ты не сломайся, или что? Не будь петушком? Фу, блин, что за дурацкие слова? Так, которым они меня здесь учат. Ну и ладно, все, кажется, этот шорткат я просто помню, когда я здесь проходил в первый раз. Хм. Итак, ладно. Кто же этот таинственный геймлидер, которого мы не видели все это время, который прятался в неизвестных идей, который является сильнейшим из всех геймлидеров? Наверняка это какое-то знаменательное и знаменитое лицо, мало ли. А может быть и нет. Может быть это просто старый знакомый, с которым мы уже пару раз встречались, и пора и в третий раз надавать ему похари. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха-ха! Добро пожаловать в мое убежище. Оно должно быть им до тех пор, пока я смогу восстановить команд Рокет в ее предыдущем болезке. Но ты нашел меня снова. И так и быть. В этот раз я не отступлю. Еще один раз ты должен встретить Джо Ванни, величайшего тренера. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Команда Рокет полностью остановлена Хотя вообще странно, что в этом гиме нет членов команды Рокет Только какие-то обычные тренеры Хотя, может быть, это и есть члены команды Рокет Просто замаскированные Но фиг его знает Ладно, по крайней мере, я считаю, что я уже готов к финальному выступлению Поэтому пора двигаться Именно стоит, пожалуй, заранее сожрать все свои рэф-кэнди Ну так, чисто на всякий случай Всё равно уже 77-й левел готов, так что ладно Один Блин, это сплошный гейм-ро Сейчас будет постоянно всё это использовать, аниматься, проигрывать Ну ладно Ничего страшного, вытерпием рэф-кэнди не так уж много Хотя, можно, в принципе, процессы ускорить, чего тянуть-то Так Ура! Быстро-быстро-быстро-быстро Сожрать-сожрать-сожрать-сожрать Запихать в пасть бедному чаризорду все мои конфеты одной пачкой, так сказать Всё, что мы в течение долгого времени поднимали, так сказать, и собирали Ну вот всё 88-й левел уже осталось не так уж много до победы Может быть, за проход по килейке там пару уровней поднимем тоже Да, статы прекрасные, специально так и немножко выше обычной атаки Возможно, именно поэтому мувы ближние неэффективны Ну хотя, фиг его знает Ладно Стоит бы, конечно, заглянуть в Покемарт и купить какие-нибудь вещей с одной стороны С другой у меня уже, конечно, есть немножко всякой шняги Хотя, ладно, давайте всё-таки слетаем по-быстрому В Департмент Стор, потому что я в него так и не слетал, когда я проходил игру раньше Он, наверное, кажется, находится здесь, в городе Селадон Нужно купить там всяких фулл-ристорчиков, благо, что теперь у нас есть все восемь значков И нам доступны абсолютно все вещи, весь ассортимент, который есть в магазине, так что Да, потратим пару минут на это, благо, что я прошёл гим гораздо быстрее, чем я думал Так что ладно уж, можно немножко времени посвятить этому делу Так, всё, Селадон Департмент Стор Ну, не будем тратить время, конечно, всякую фигню Сразу же нужно искать, где-то находятся наши все полезности Всякие витаминки и прочую хрень покупать не буду А вот Макс Ревайвы там всякие Ой, фу-да, Макс Ревайвы, чё я несу Фулл-ристор и Макс Репеллы определённо нужно купить Особенно Макс Репеллы, потому что я их ещё не покупал, кажется Так, ну-ка, что у нас-то есть интересненького Супер Репелл, что? Какого хрена? Я же собрал восемь леночков Где мой Макс Репелл, вы? Вы охренели, что ли, в край? Чё-то вообще не понял Странно Может мне нужно в другом краю тебе это купить, всё это дело Чёрт его знает Странная логика вообще, это же Департмент Стор Здесь продаётся всё Здесь должен быть тоже апгрейд проводиться, не знаю Эм, нет-нет-нет, пошёл нахрен за своими мувами Меня интересует только бабло Вообще, да, довольно интересное место Здесь даже игровой зал есть, где задроты сидят и Пялятся куда-то в противоположную сторону Потому что они сидят к приставке лицом Даже не к телевизору, а к приставке именно Почему-то играют таким образом? Давай, Хаунтер Я люблю Хаунтеров, я собираю их А? Хаунтер превратился в другого покевона, когда я его трейднул Это мы знаем, конечно, в Йенгара Ладно Мой приятель собирается потрейдить своего Кангас Хана за моего Хаунтера РПГ! Нет времени для этого Почему нет? Можно поиграть в РПГ внутри РПГ, почему бы и нет, я бы не отказался Это Супер Нинтендо Ну, неплохо, неплохо Ещё Бигодрайв не порекламировали Понимаю, конечно, конкурирующая компания Но просто ради лулзов Почему и нет? Так, ну ладно Нужно искать, где же у нас продаются вещи Я вообще не понял этого прикола Да, Файер Стоун, Дандер Стоун, Уотер Стоун, Лив Стоун При желании можно эволюционировать сколько угодно покемончиков Если, конечно, денежки найдутся на всё это Но если я правильно понял Если я правильно понял Вообще, что-то зря припёрся Потому что здесь, видимо, не обновляется всё-таки интерфейс Лучше, чем Супер РПГ, видимо, купить нельзя Не знаю Здесь мы знаем Здесь обычные витаминки Вернее, боевые витаминки У этого мужика подаются уже витаминки повышающие характеристики И всё, крыша Хе Да Я был слишком наивен, думая, что я смогу здесь что-то купить Ну, по крайней мере, я показал эту локацию Потому что я не показал её в прошлый раз Так что уж, ладно Фиг с ним Хоть это всё равно пустая трата времени Ну, не знаю В следующих играх уже интерфейс Ассортимент обновляется уже во всех магазинах И только в одном, кажется Ну, ладно Фиг с ним Придётся обратиться без всего этого дела Так Но с летать же мне, по идее, нужно всё-таки за фулл ресторами У меня пока что в мешке довольно-таки скромный запас Всего этого хлама, кажется Так Фулл ресторов всего 4 штуки Мало ли, вдруг мне они понадобятся гораздо сильнее, чем мне кажется сейчас Макс Пош на 4 штуки Хотя, Макс, опять же, я уже успел купить Но их же мало всё-таки, опять же Хм Фиг его знает даже Фулл хилы есть Ну, ладно, тогда уж Рискнём пойти уже вслепую Хм А то мало ли, может быть, ещё Может быть, мне ещё что-нибудь интересное по пути В Покейлигу может остановить Так сказать Не хочу рисковать И тянуть зря время В любом случае, понятно, одно то, что я Пройти игру сейчас явно не смогу Потому что мне нужно будет сначала собирать Покиндекс национальный И уже потом отправляться на эти острова Чтобы можно было допройти по сюжетку и так далее Так что теперь снова пройдём по этой дороге По которой мы прошли однажды Встретив здесь Барри с егошними Лоховскими покемончиками Мизерного уровня Так, только нужно всё-таки Макс Крепелу сожрать На всякий случай Дорога вроде бы не изменится от этого Но мало ли, что может внезапно пойти не так Что? Джоан, какой сюрприз видеть тебя здесь Так что ты идёшь в Покейлигу Ты собрал все бэджики тоже Это круто Тогда я шлёпну тебя, Джоан Как разогрев для Покейлиги Давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А без推 страхов Продолжение следует... 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 Как он назывался, я уже забыл. Брик-брейк. Я, по сути, даже не знаю, что и выбрать. Хочется Реркэнди, чтобы повысить на один уровень своего Чаризорда с одной стороны. С другой стороны, хочется получить мощный мув, который мне может приводиться в будущем, поэтому лучше я возьму всё-таки его. Да. Дрэгон Клоу. Так уж и быть. Благо, что Дрэгон Клоу, это его особенность в том, что драконский мув в этом поколении конкретно, он бьёт нормально, эффективно против всех. И суперэффективно против драконов. Так что это, в принципе, полезная вещь, разумеется. Так что, ладно. 80 единиц, очень хорошо. А вот, на что его используют, кстати говоря, я же могу, в принципе, и не менять брейк-брейк, а взять что-нибудь другое вместо него. Вернее, убрать что-нибудь другое, например, Ариал Эйс, у него всего-то 60 единиц урона, поэтому... Не такая уж хорошая вещь. Конечно, точность это хорошо, но у меня и на так 100% у всех мувов, так что... Хм. В принципе, ладно, пожалуй, я всё-таки уберу флайинг, оставлю себе брейк-брейк. Всё равно, против всяких там насекомых и травы, у меня есть огнемёт, поэтому мне не зачем таскать с собой этот летающий мув. Ну вот и всё. Теперь Чаризрот стал всё-таки сильнее, опять же, хоть и без повышения уровня, но опять же, повысить уровень я при желании смогу и на рядовых покемонах, так что да. Ничего страшного. А вообще, если я правильно понимаю, я же могу вернуться и скала будет в том же месте, или нет? Да навряд ли, скорее всего это... Скорее всего это окончательный выбор, не удивлюсь, если так оно и есть. О, ультрабол, прекрасно, хорошо иногда находить вещи, так сказать, внезапно, неожиданно, нежданно, негаданно. Так, ну ладно. Так, кто там встал? Твою же мать, так и знал, что в аду есть, блин. Я могу видеть, что ты хорош, позволь мне убедиться, насколько хорош. Могу я просто дать тебе по чайнику с колой, чтобы ты свалился, а я прошёл дальше, а? Проклятые твари, вы меня так уже задолбали все. Мне ещё и так предстоит довольно-таки длительное и опасное... опасное сражение со всей этой лигой. Ну ладно. Дрэгон Клоу. Красотища, ещё и даже такой огненный спецэффект. Неплохо-неплохо, вместо Aerial Ace вполне так подойдёт. Интересно, я ещё смогу найти за всё это прохождение хотя бы ещё один ПП-Ап, чтобы прокачать что-нибудь из более серьёзных мувов, типа Ретёрна. Потому что Флэм Тругер, конечно, тоже прокачался, я бы хотелось Брэй Турм прокачать хотя бы разочек. Всё-таки он тоже у меня один из основных мувов, которые я использую постоянно. Благо, что сила у него всё-таки выше, чем у Дрэгон Клоуа. Так, на 20 единиц как минимум, если я правильно помню. Потом 100 единиц максимума урона у Ретёрна. Так, ну ладно. Вот, прекрасно. Есть Флэм Тругер, прокачиваю, так что зачем нужен Aerial Ace? Сжечь всех нахрен, так чтобы ни пепла, ни праха, ничего не осталось, ни кишков. Ну правда, к сожалению, остаются обугленные трупы, как следить за то, что я совершаю ужасное преступление перед всеми покемонами, которых я так защищаю и стараюсь не повреждать. Ну что поделать? Выбора нет. Дерись и всё. Никто тебе больше ничего не спросит. Хотя вообще странно, что Черезард, выглядящий как дракон, является этим драконом. Он является просто огненным. Только в Покемон Икс уже появляется одна его мега форма, Черезард Икс, вернее, Мега Черезард Икс. Там он уже является огнём плюс драконом совместным. О, лоу. Очень смешно драться с ним с собой. Только в два раза сильнее самого себя. Хе-хе-хе. Так. И при том, что в том же Покемон Икс, вернее, в Покемон Икс, есть вторая форма Черезарда, в которой он уже является огненным и летающим, то есть уже не становится снова драконом. У меня был шанс. Да, конечно, конечно. Был шанс покасоваться передо мной. Тьши! Я признаю, ты лучше, чем я. Ну хоть кто-то это говорит. Если бы Гарри был таким же умным, как ты, мужик, ой, было бы всёобщее счастье на планете. Но нет, Гарри сволочь, поэтому я всё ещё мечтаю выпустить ему кишки и намотать на горло. Так. Ну ладно, я тоже, конечно, немного другая история. Такс. Нужно снова думать, куда ставить кискалы. Не то, чтобы, конечно, тут сильно была такая загадка прямо уж, куда их ставить, но всё-таки нужно не тупить. Так. А то мало ли, тут всего лишь один просчёт, и придётся начинать всё заново. Там бежать на предыдущую локацию, заново эту анимацию приигрывать, тренджи и так далее. Нафиг, кто мне всё сдалось, если подумать. Ага, здесь не пройти, очевидно. Так, ну ладно. Значит, в обратную сторону. Ах ты ж, блин, ну как они меня так ловят? Это Виктор и Роад, это финальный тест для тренеров. Понятно, что для тренеров, вы-то здесь всё забыли, уроды. Бомжи хреновый, блин, с несчастными забитыми питомцами, замученными, нечто неспособными. Так. Правда, да, я забыл то, что я смог-мог Ариэл Эйсом бить супер-эффективно всех этих уродцев. Но, с другой стороны, зачем мне-то нужность мне есть Флэм Труер? Тоже достаточно мощно бьёт, так что хрен с ним, хрен с этим Ариэл Эйсом. Хотя жаль, что этот покемон не может выучить психическую атаку. Так. Было бы вообще идеально. Тем более, что нас ожидает как минимум один бойцовский элитный четвертак. Четвертак. Ну а что, это же четвёрка, так что один из них это четвертак получается. А все вместе это получается один рубль. Или типа того. Один рубль. Ну, в принципе, я бы из-за них рубля не дал. Ввиду того, что они мне так же легко сольются, скорее всего. Ну, что уж. Если уж Блю может позволить себе быть таким наглым и пидрожным, почему бы мне таким же не быть? В конце концов, я тут опять-таки спас мир от команды Рокета и Джоу Ванни. Лично. Левел ап. Ну вот, ещё до покеллиги не дошёл. Уже один уровень поднял. Прекрасно. А чё? Это что, типа их не заклинание на случай поражения? Если ты застрянешься, попытайся двигать скалы вокруг. Ну да, тут все так делают в реальной жизни. Если они с чем-то сталкиваются, они двигают скалы. Ага, я обошёл одного уродца поганого, который хотел мне подловить, но всё-таки нет. В этот раз я сумел хотя бы от одного из этих козлов увернуться. Ну-ка. Хотя, мало ли, может быть что-нибудь интересное находиться? Нет, ничего интересного нету. Даже не поворачивается в мою сторону. Слишком пафосен для этого. Говнюк. Так, ну ладно. Ах ты ж, блин, ещё-ещё хотят меня поймать. Нетушки, фиг вам всем. Хе-хе-хе. Я хочу постараться уклониться от как можно большего количества битв. Фух, что ты поймал? Мне ещё раз, ещё раз, ещё раз. Кыш, ублюдок. Ночи всё-таки бешеные все. Так, ещё это на вывернулся. Просто кошмар какой-то. Я иду на Викторий Рот сражаться с Поки Лига. Мне приходится уворачиваться от всех этих бомжей, потому что они меня просто задерживают. Я понимаю, что опыт там, деньги и так далее. Но в самом деле, они меня больше задерживают, чем дают мне какие-то плюсы. Так что извиняйте, но я буду от всех уворачиваться. Так, 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 давай, давай, уродец. Фух. Кошмар какой-то. Здесь может быть ещё какие-нибудь скрытые вещи. Ну, а с другой стороны, скрытые вещи, это не самое лучшее в мире. Вот здесь какая-то вещь лежит. Ну, я её, конечно же, заберу, но потом лучше, в следующий раз, когда приду на Викторий Рот за реваншем. Благо, что его можно будет осуществить. Но реванш я записывать в летсплей не буду уже, я просто закончу игру на одном интересном моменте после завершения сайд-квеста в постгейме. Так, ну ладно. Раз здесь лежит скала, значит, нужно её куда-то двигать, скорее всего. А вот куда ещё нужно догадаться? Где-то кнопочки-то лежат. Ну-ка. Блин, какой-то кошмар, а. Что за задачки неинтересные? Я пришёл в покеливую, не знаю, сражаться, а не камни толкать. Блин. В самом деле, это действительно то, чем тебе должен заниматься будущий чемпион. Так, ага, 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 хочешь тебя подловить, а вот хрен тебе, хрен тебе, скотина, встал тут очкарик. Так. Ну не то, чтобы, опять же, я боялся сражения с ними, но это же так надоело уже, честно говоря. Приходится от всего буквально уворачиваться в гардспек. Всё серьёзно, что ли? Эти копеечные витаминки одноразовые я, в принципе, могу уже и сам понакупать пачками. Но нет, приходится здесь ворочаться и собирать всю эту херетинь только для того, чтобы потом продать её за копеечки. Так. Здесь всё равно ещё есть скрытые вещи там и так далее, так что уж извиняйте, так что это не всё. Собираю, ну и вовсю нафиг. Так, ну-ка, тут нужно ещё догадаться, с какой стороны нужно эту скалу пододвинуть. Так, чтобы она не уперлась в стену в неожиданный момент. Блин, чтобы ещё макс репел, они закончились. Где-где-где-то же я их купил уже эти макс репелы, я уже сам могу вспомнить, я купил их. Ой. Так, ну ладно, торопиться мне некуда. Можно было бы поинтереснее, что ли, придумать это движение скала. Что-то пинком по стороны отбиваю левую ногу и пинаю эту ничарственную скалу, которая с трудом катится, лишь бы я от неё уже отстал, наконец-то. Так, ну-ка. Теперь нужно её, кажется, пододвинуть сюда. Потом вниз. Ну да, здесь, в принципе, всё понятно достаточно. Вниз и всё, и сваливать отсюда уже, наконец-то. Ага, вот вижу, внизу где-то убралось там препятствие. Только теперь ещё нужно отыщать одну скотину вернуться и дать угадаю, она сейчас, скорее всего, повернётся. Ну-ка. Нет, не повернулась, я не угадал. Ещё кто-то стоит здесь? Нет. Никого. Нифига себе, твоя застава, блин, во все стороны пялиться. Кошмар, я прям чувствую себя герой у кого-то стелс-экшена. Ото всех увернуться, ни с кем не столкнуться, блин, ни одного взгляда не поймать на себе. Хоть я, конечно, уже успешно запоролу подобные испытания, если он действительно существует. Так, открыть здесь путь, на всякий случай. Ага. Столкнуть скалу, раз. Тут, может быть, ещё одну скалу нужно столкнуть, или типа того? Да нет, навряд ли, я здесь всё равно пройти не могу. Так, соображаем, соображаем, соображаем. Пью. Ага, понятно, не нужно было мне сюда падать, с одной стороны, но с другой стороны у меня же здесь находится кнопка где-то, кажется. Да, всё верно. Фух. Извиняюсь за то, что я торможу, просто я когда проходил в последний раз эту игру, конечно, вернее, в первый раз, в последний раз. Это было очень давно, так что я уже, конечно, ни хрена не помню, что здесь нужно делать. Хотя бы я запомнил все эти сюжетные повороты неожиданные, типа того, что Джоу Ванни это геймлидер. Кстати, тоже уникальная ситуация, единственная игра, где лидер вражеской команды, ещё и геймлидер. И при этом, это единственный лидер вражеской команды, которая не просто говорит, ах, ты же, чёрт, мерзко, ствол, что у меня победил, ты обрушил мои планы. Я теперь весь такой злой, рву на себе волосы и бью себя в грудь кулаками и ушами и так далее. Но нет, этот мужик довольно-таки всё неплохо воспринял, он адекватно мне ответил, адекватно сказал, что распустит всю группировку и так далее. Ой, чуть не попался. Фух, короче говоря, Джоу Ванни не такой плохой чувак на самом-то деле, он, по крайней мере, адекватнее всяких там прочих злодеев, которые сфейлились и посчитали, что они, типа, такие уж обиженные, ты глубина души. Нет, всё, проиграл и честно разбанил, вернее, честно распустил свою группировку, молодец, мужик, уважаю его в целом. Всё, наконец-то пройдена вся эта кошмарная местность, так, и всё, кажется. Последний финальный лабиринт и последняя задержка. Плато Индиго, наша финальная цель. Ура! Правда, Блю пошёл впереди меня, так что не удивлюсь, если он уже прошёл впереди меня где-нибудь там с Фэлиоса. Йоу, Чам в создании, в Поке-лиге ты встретишь Элиту-четвёрку в сражении. Если поиграешь, тебе придётся начинать всё заново. Вот оно, иди за этим. Ну что ж, ладно, благо, что у нас здесь есть возможность немножко отдохнуть и перекастовать своих покемончиков. Пока что берёмся и потратим всё своё время на то, чтобы... на то, чтобы купить нужные вещи. Вау, здесь всё-таки можно купить свои фул-ресторы, макс-репелы, отлично, наконец-то. Сейчас потрачу себе свои 305 тысяч на всё это дело. Ну посмотрим, скоро вернёмся и начнём штурмовать Поке-лигу, наконец-то.